Состоялась традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Общение граждан страны с главой государства в таком формате проходит ежегодно. Для этого в разных регионах организуют живые студии, откуда происходят прямые включения. Кроме того, в московскую студию приглашают политиков, деятелей культуры, спорта, врачей, учителей. Какие вопросы интересовали россиян в этот раз в нашем следующем сюжете? Эта прямая линия стала уже 17-й для главы государства. Подготовка к ней велась очень долго. Как сообщают РБК, только совещание в преддверии ее проведения длилось 6 часов. А вопросы от жителей страны стали принимать с 9 июня. Всего их поступило более полутора миллионов. Как показывает практика, да, об этом говорят и данные центра обработки сообщений, граждан больше всего интересуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства, социальные сферы малого и среднего бизнеса, образования и экологии. Так в регионах много вопросов вызывает реализация мусорной реформы. Часто возникает такая ситуация, что тарифы растут, отходы копятся, а их просто не вывозят. Некоторые считают, что региональным операторам не дотянуться будет до этих контейнерных площадок, а некоторые считают, что наоборот лучше, если будет ответственность в одних руках. На самом деле не безразлично. Но многие губернаторы считают, что лучше рекоператора пускай делать. Но пусть делают, только пусть они этим занимаются. Поступали вопросы и о падении уровня доходов россиян. Причем страдают от этого в основном бюджетники, те, от кого зависит наша жизнь – врачи, учителя, пожарные. У некоторых из них зарплата даже ниже минимального размера оплаты труда. Пишут, что получают 10 тысяч, а остальные – бонусы. А из некоторых регионов приходит сообщение, что снижен минимальный размер оплаты труда региональными решениями. Значит, это предмет для разбирательства соответствующих контролирующих инстанций. Или человек работает просто на полставки. Просто в каждом конкретном случае нужно разбираться. Немало вопросов касалось и здравоохранения. В частности, из поселка Маук, что в Челябинской области. Там находится фельдшерско-акушерский пункт. Однако медработников катастрофически не хватает. Даже несмотря на программу «Земский доктор», который призван истимулировать молодых специалистов ехать в село. Причина в том, что просто нет жилья. Жильем должны заниматься, мы из федерального бюджета выплачиваем деньги, миллионы пятьсот тысяч, а жильем должны заниматься региональные и местные власти. Мы много раз об этом говорили. И они должны предусмотреть свои деньги в своих бюджетах на эти цели. Иначе, конечно, люди будут уезжать. Для некоторых жителей страны прямая линия – это шанс заявить о наболевшем. Потому как власть на местах порой не может самостоятельно решить проблемы простых людей. А некоторые чиновники просто не слышат голос народа. Отметим, в этом году, исходя из жалоб граждан, еще до начала прямой линии Следственный комитет инициировал 12 проверок. Павел Брюсенев, телекомпания «ТВИН».